Усилители вкуса и аромата, генетически модифицированные продукты, пищевые добавки, крахмал. Продолжать список страшно, но именно это входит в состав популярных картофельных чипсов. Но похрустеть золотистой картошкой любят все, невзирая на совсем не полезный состав. Насыщенный вкус просто затуманивает наш разум, когда на язык попадает очередная долька хрустящего картофеля. Но самое трудное – не податься искушению, проходя мимо прилавка, устланного разноцветными пачками. Лучше заглянуть в овощной отдел и набрать немного обычного картофеля для того, чтобы сделать домашние чипсы, которыми не страшно угостить и детей. Энтен Пепеп. Рассмотрим 4 рецепта приготовления чипс в домашних условиях. Чипсы в микроволновке. Этот способ является самым быстрым и легким. Чтобы сделать домашние чипсы в микроволновке, нужно картофель почистить, промыть и нарезать тоненькими ломтиками, можно воспользоваться овощечисткой. Сложить все ломтики в дуршлаг и промыть от избытка крахмала. Дать воде стечь с картофеля. Застелить плоское блюдо микроволновки пергаментом, можно обойтись и без него. Выложить на него ломтики картофеля. Включить микроволновку на полную мощность и подождать от 5 до 10 минут. Во время приготовления чипсов от микроволновки лучше не отходить, чтобы не упустить момент готовности. Чипсы в микроволновке готовятся без масла, но можно смазать их растительным маслом прямо в дуршлаге и перемешать картофель, после чего выложить на блюдо микроволновки. Чипсы получаются подсушенные и хрустящие, цвет может быть от золотистого до светло-коричневого. Чипсы на сковороде. Сковороду заранее поставьте на плиту, чтобы она как следует накалилась. Пока она нагревается, приступайте к приготовлению. Картофель очистить, промыть. Нарезать ломтиками, толщина которых зависит от предпочтений. Налить в сковородку растительное масло так, чтобы его глубина составляла 2-3 сантиметра. Как только масло хорошенько прогреется, можно проверить на одном ломтике, можно выкладывать картофельные ломтики на сковородку. Жарить их в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. При необходимости перевернуть. Чипсы не должны лежать на дне во время приготовления и прилипать к сковороде. Сделать домашние чипсы на сковородке несложно, но нужно учитывать толщину чипсов. Тонкие жарятся на более сильном огне, а толстые на среднем, чтобы прожарились и не подгорели. Готовые чипсы выкладываются на бумажные полотенца, чтобы те впитали лишний жир. По желанию их можно приправить солью и паприкой. Чипсы в духовке. Если использовать для приготовления чипсов в духовку, то за один подход их получится значительно больше. Картофель нужно также очистить и промыть. Сделать тоненькие ломтики с помощью овощечистки. Смешать картофель с растительным маслом и солью. Можно добавить паприку или смесь перцев. Выложить ломтики в один слой на противень. Поставить его в разогретую до 180-200С духовку примерно на 15 минут. В духовке чипсы получаются ароматными и золотистыми, но съесть их нужно сразу после приготовления, так как они могут потерять свой хруст. Чипсы начис. Кукурузные чипсы начис промышленного производства менее вредны, чем картофельные. Для того, чтобы сделать домашние чипсы начис быстрее, обойдя стороной изготовления теста, можно воспользоваться готовой кукурузной тортильей. Тортилью режем на треугольнички или квадратики. Разогреваем растительное масло во фритюрнице или кастрюле. Кладем туда треугольнички из лепешки. Жарим до золотистого цвета примерно около минуты. Выкладываем готовые начис на бумажное полотенце. Чипсы готовы, но можно еще выложить их на противень, полить каждой сметанкой, положить на них кружочки оливок и посыпать тертым сыром. Готовить такое произведение искусства нужно около 5 минут при 180 градусах. Чипсы домашнего приготовления намного вкуснее своих фабричных братьев и безопаснее. А сделать домашние чипсы получается быстро и легко, а главное, можно не беспокоиться о том, что они причинят вред здоровью ваших детей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.